Добрый вечер. В Преамурье очень сложная пожароопасная обстановка и у нас уже введен режим чрезвычайной ситуации. И сегодня гость нашей студии, начальник главного управления МЧС по Амурской области Матвей Гибадуллин. Матвей Галиевич, здравствуйте. Добрый вечер. Из первых уст, что называется, какова сегодня пожароопасная обстановка в регионе? Пожароопасная обстановка в регионе очень сложная. Вы сами видите погодные условия. Температура сегодня обещает плюс 26 градусов. Практически по всей области установлен четвертый класс пожарной опасности. Это самый высокий класс? Нет, пятый у нас самый высокий. За исключением Тындинского района, пока там третий класс. Но уже подходит все к этому. Поэтому с прошлого года у нас трава осталась, мы не проводили отжиги, потому что погодные условия не позволили. И в этом году, как говорится, снег сошел быстро, его и так мало было. Понятно. Сколько термоточек, как вы говорите, сегодня? На сегодняшнее утро у нас 104 термоточки. Это много? Ну, не так много, если пораскидать по всей территории Амурской области. Но у нас есть районы, где большинство, Архайоринский, Благовещенский район, Бурейский район, Ивановский, Тамбовский районы. Где горят хорошо, да? Ну, горит в основном поля, болота. Таких серьезных пока лесных пожаров у нас пока нет. Знаете, вот что спрошу. 500 метров провинция Хайлудзян. Население 5 дальних востоков. Ничего не горит практически. Почему, на ваш взгляд? Вот как профессионал, как вы считаете? Ну, я не сказал бы, что там у них не горит. Не горят, как мы горим. Ну, у них свои мероприятия, своя, кажется, охрана лесная. И доступ в леса у них тоже ограничен. Значит, законодатель, наверное, там более жесткий. Ну, наверное, наверное. Понятно. Сколько сил, средств сегодня борется с Амурскими пожарами? Ну, общая РСЧС-группировка, это 17 тысяч человек. Ну, реально сейчас работа по тушению пожаров, это порядка, наверное, 2,5-3 тысяч человек. Это мало, много, достаточно? Пока достаточно сил и средств. А вообще штат Амурского МЧС велик? Ну, штат Амурского МЧС, федеральная противопожарная группировка, это где-то полторы тысячи человек. И противопожарная группировка субъекта 1300, ну, 2800. Вы укомплектованы или у вас дефицит? Да, мы укомплектованы полностью. Понятно. Вот сейчас мы посмотрим видео, наши журналисты привезли из одного из районов при Амуре. В Новом один на шесть сел пожарный пост и единственный пожарный автомобиль 89-го года выпуска. Вот подумайте, если идет фронт в 5-6 километров шириной, вот этой машиной, что мы сможем сделать? Недавно штат сократили на треть. На посту осталось 4 водителя, начальник и двое пожарных. У нас те силы и средства, которые есть, это хотелось бы больше. Вот сюжет село Новое, Белогорский район. Таких новых, я думаю, немало в регионе. Ваше мнение? Ну, мое мнение, в принципе, пожарные посты, которые содержат Амурскую область, да, они малочисленны, но правительство Амурской области проводит большую работу, изыскивает средства для оснащения, для обучения личного состава. И далее планируют в этом году, 5 постов, наверное, откроют еще дополнительно. И по увеличению штатной численности тоже вопросы решаются. Ну, пока вопрос с финансированием, но я думаю, в этом году он сдвинется и будет все положительное. Вот Новое, там рядом село Мостовое. Я вырос в этой деревне. Вот, тем более, о чем мы говорим. Там лет 5 назад, по-моему, человек 12 сгорело. 5 человек. 5 человек, в том числе и дети маленькие. Вот, 5 лет прошло, и сил как не было, таких и немного. Еще одна Ахиллесова пита, на мой взгляд... Их вообще тогда не было там. Вообще не было. А сейчас пожарный пост стоит. Понятно. Матвей Галевич, еще, на мой взгляд, одна Ахиллесова пита, это так называемые добровольные пожарные дружины. Вот, недавняя трагедия в Заветинске, где 9 человек пострадало в огне, и двое из них уже скончалось, как бы обнажило эту проблему. Вы считаете, что действительно проблема, неподготовленные дружины сегодня? Очень много, по крайней мере. Ну, я скажу так, что основная масса добровольцев подготовлены. То есть, они проходят, они все у нас в списках добровольцы проходят. С ними проходит обучение. Ну, в данном случае, я пока без комментариев, там проводится расследование. Разбираются, откуда эти добровольцы взялись. Понятно. А кто должен готовить вообще? Это же как-то должно быть централизованно, и профессионалы должны этим заниматься. У нас есть учебно-методический пункт, что в субъекте, что у нас в главке. И плюс специализированные пожарные подразделения, которые находятся в районе федеральное, приезжают, проводят обучение добровольцу на территории. Понятно. Ну, вот в том же Заветинске, там, победитель муниципальных конкурсов, местный лесхоз, у него в арсенале УАЗик таблетка, там, еще какая-то машина кляча и ранцевые огнетушители. Вот они победили в конкурсе, как бы, о многом говорит, на мой взгляд. Знаете, что еще спрошу? У нас подавляющее число пожаров рукотворные. Чего уж греха таит. Народ жгет, династиями мы горим. Дед поджигал, отец поджигает, и я буду поджигать. На ваш взгляд, законодательное наказание, надо же это ужесточить? Или достаточно, что есть? Ужесточается, я говорю, и жестко очень поставил губернатор Мужской области, Олег Николаевич Кожемяк, этот вопрос. Сейчас вопрос прорабатывается. С прошлой недели у нас мобильные группы пошли работать с фермерами, это арендаторами и так далее. Выписывается предписание наказывать арендаторов земель за нарушение пожарной безопасности. Какое сегодня наказание? Вот я поджег поле, не знаю, там огород, еще соседа. Ну, физическое лицо там до 4 тысяч, должностное от 15 до 30, и юридическое там до 250 тысяч. Ну, в масштабах трагедии, которые случаются, так пальчиком, по-моему, помахать, правда? Недостаточное наказание. Ну, да, то, что... Человеческие жизни горят. Да, человеческие жизни, то, что тратятся средства, то, что мы применяем, авиацию, МЧС России, это экономически очень, как говорится, копеечко обходится. Наверное, нашим господам, законодателям, надо как-то ужесточать эти силы. А если, да, и законодателям ужесточить, и надо воспитывать население, как вести, как действовать, потому что они только думают о себе, то есть поджог, это его поле, он лежит. И получил... Знаете, пусть простит меня аудитория, но воспитания в России, я верю, меньше, чем в кнут. Вот уж так. Ну, мы выросли с кнутом, но все равно, я говорю, политика кулака и пряника тоже... Понятно. Два года назад практически полностью сгорел поселок Тыгда, и накануне, там, по-моему, МЧС даже какие-то учения проводило, и ничего не помогло. Какие-то выводы были сделаны за эти два года? Какой вы урок для себя извлекли из той беды? Ну, урок извлекли, что, опять же, мы тогда, наверное, не обратили вопрос, что вот эти отжиги, контролируем, не контролируем, это все идет от этого. То есть все поджигают, все жгут. И то, что шел, упал возле деревни, как-то тоже, может быть, из внимания ушло. И то, что внезапно поднялся ветер, шквалистый, и все это дело, практически ничего нельзя было сделать. За каких-то там 40 минут деревни, полдеревни не стало. Выводы сделаны, конечно, все это, мониторинг, анализ все провели, чтобы не допустить таких подобных случаев. У нас основной сейчас упор делается в пожароопасный период, это окороливание населенных пунктов, чтобы лесные пожары не пришли в деревню, и не пострадал у нас личный состав, именно население Амурской области. Не сгорели дома, это, опять же, затраты, и опять же, проблемы. Мы еще не вышли с прошлого года. Вопросы решаются расселения, переселения нашего населения, и так далее. И поэтому мы сейчас максимально внимание уделяем, это окороливание, это одна из основных задач, окороливание населенных пунктов, чтобы, не дай бог, у нас никто не погиб. Матвей Галиниевич, в народе говорят, что спаленое долго пахнет, и с этим не поспоришь. Вот на мой взгляд, там, не знаю, 30 лет назад, когда все пахалось, мычало, телилось и сеялось в наших деревнях, мы практически так не горели. Максимум, пацаны сеновал подожгут где-нибудь там, и все, сегодня горим деревнями, династиями, районами, по-моему, земля брошенная нам стит просто, потому что мы ее бросили и забыли, и эти дикие поля, они нам стят. Согласны с этим? Может быть. Все-таки, наверное, проблема как-то она и в экономическом, и в социальной какой-то на плоскости, и первичная. Да. Это были простые вопросы для начальника Главного управления МЧС России по Амбурской области Матвея Гебадулина. Мы говорили о пожарах и людях. Берегите себя и помните, что когда-то Москва сгорела от копеечной свечки. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok